Наверное 22-е. Завтра 23 августа 15-го года. Там написано. Сегодня 22-е у нас? Да. 22 августа. Вот что. С утра пораньше. Я на молитве был. На молитве, после молитвы рассуждение у меня. Вот сегодня утром. Вот я захожу, и я уже знаю, кто с чем занимается. Володя, у печки. А смотри, как печка топится. Открой-ка огонек, чтобы видно было. Тут что-то задымлено, там это не имеет значения никакого. По-быстрому. Видишь, дрова. Что он готовит? Готовит и есть. Руку вот здесь вот продерни в эту вот, в аппаратуры. Ты ее грохнешь, и у нас не будет аппарата. То есть сделаешь, как будто у тебя в руках молоток какой-то. Сергей что-то тут тоже пытается помочь. Картошку там чистит или что-то. Никита сидит, вот здесь захожу, я уже знаю, он будет сидеть вот здесь вот. То есть мы нашли иждивенца, и мы его тащим за собой. Зачем? Он отсидел 25 лет уже на Украине. Приехал в Россию, сидеть не будет этого. Я ему память пытаюсь развивать, а помаленьку начинает пробуждаться. Есть. Не забывает когда обед, иногда на молитву приглашает. Где еще? Все на палатке не сказал принести, под дождем там и остались они. Зачем? Квартирант. Квартиранту подавляется лукавому демону. Он одного разрушил наркомана, в другого залез. А Христу мы все дороги, близки, как его творения. Вы храм Божий. Этот храм он построил. Он созидал в утробе, в тайне. Ни одного дня еще не было. Они все в книге жизни написаны. Как я сгустился, как от молока, как от ворога, этот Соломон при мудрости говорит. А сатана он не творил ничего. Он залез, научил беззаконничать и умер. Там 36 лет ему нет, он умер, ну и все. Умер, сдох. Сгинул. Вот так. То есть с этим я не согласен. Значит, надо учить. Учить так. Ты, если памяти нет, записываешь. Что делает Володя? Вот, допустим, конкретно, с утра пораньше. Кто первый просыпается? Сережа. Мы все одновременно встаем. Одновременно три будильника гудят. У меня ни одного нету, я встаю. Ну, не три, два я не завожу. Сегодня я проспал на три минуты. А то обычно на три минуты пораньше, ровно там. Четыре сорок. Все. Засиделся вчера, и несмотря ни на что. Вот так Господь сделал. Кто первый выходит у вас из кельи? Володя. Володя. Давайте по порядку. Володя первый выходит. Почему не ты? Ну, я с ним разговариваю. Ты на него поверни маленько. Почему я должен толкать? Почему не ты? Почему не я? Ну, он ближе как-то к выходу. Только поэтому ближе. Перемените местами. Выходить должен ты первый. Потом перемените местами. Матрасы перетащите, и он будет выходить первый. Приучите. То есть, Володя выходит первый. Перехватите инициативу. Первому принадлежит первое восхищение утром. Если засада какая, первая пуля ему. Все. Прими на себя это. Простенькое такое. Ну, а дальше уже вы сами знаете, кто первый в туалет, кто первый. Все. Теперь на кухню кто первый заходит? Володя. Володя, понимаете. Второй раз Володя. А Володя-то шплинтик приехал. Я вот даже... Ну, никакой он приехал-то совсем. И вот трепал там Дебунов Игорь. У меня вначале заниматься, я сразу сказал, тобой русским языком Надежда Васильевна занимается. Я вот этим занимаюсь. Какими-то предметами. Он в школе пропрыгал, пробегал, как козленок. Ну, и вырос козел. Ну, он начал заниматься. Обида прошла. Слыши, с Никитой потруднее. Почему? Компьютерные игры. Сколько лет ты играл в компьютерные игры? На себя направь, когда я говорю. Отодвинь руку и покажи. Лет четыре, может. Года четыре? Нет, безнадежно больной. Безнадежно. Но, Бог, а Бог. Значит, Володя, передаешь ему всю кухню. По порядку. Будем есть то, что сварит. Сегодня ты смотришь, не просто наблюдаешь. Ты завтра берешься. Сергей помогает, где нужно. Лежит, режет помидор. Понюхает, не гнило ли он там. И ты это все перенимай. Что Сергей делает. Сергей чем занимается? Кормит собак. Примучи его кормить, приходи туда. Они его знают, собаки. Конкретно. На самое простое дело тебя никто не берет. Никто. Вот вчера работали там. Ты почему не залез туда, где Володя был? В этой. В тоннель. Где кольца сложены вместе. Пять кольц. И получается тоннель, куда вода весной течет. Почему именно Володя там один был? Я спрашиваю коротко ответ. Почему не перехватил инициативу, лопату у него не взял? Он прокопал там метр пятьдесят. Там это штольня настоящая. Шахтеры работают. Врубаю уголек. Володя, что тебе надо? Он мне кирку. Да потеряй, кирки нет. А у меня есть. Но она рассчитана была как мотыгой работать. Я приехал, ни одной ножовки нету. Я сразу по металлу ножовку увидал, давай ей пилить. Конечно, я задержался пока, очиркал. Но принес. Принес, оказывается, она на улице была, где прибито основание, насаживается. Отлетело. А он ее тут же подправил. Ты прикидывай к себе. Почему-то тебя это ни грамма не интересует. Тот мог, а я не мог. А я сделаю. Я тебе рассказывал про одного мальчишка у меня был. Как его звать? Который на всякое дело просился. Пошли мед качать. Он в деревне. Он тут же, а можно я пойду качать мед? Вначале готовить, тут же шить начинали. И всем специальностям научился за лето здесь. А не хотел оставаться. У него дядя архитектор. Привез двух своих девочек. Ну, припомнил? Иван? Тебе-то не надо. Я помню. А Андрей? Андрей. И ты себе не сказала, я хочу быть похожим на Андрея. Правда, тому 14 лет было, тебе 26. Я когда говорю, а что он говорит так громко и истерично, от меня истерики никто еще не дождался. Я говорю громко, чтобы слышали. В Библии написано, возвысь голос твой на вершинах гор, повыше поднимись. Я говорю громко, во-первых, потому что глухое, а во-вторых, хочу, чтобы все слышали, даже глухие. То, что я тебе говорю, приемлемо? Да. С чем ты не согласен, то, что я сказал? Ни с чем. Тебе только сучки подбирать пока. Вот, то, что ты ему работаешь, только сучки. Топор даже не доверяется. Где-то один раз рубнул, Володя опять же, на ползком ползет и все сделает. Ты стоишь рядом, хлопаешь глазами. Володя рубит, а ты выше его на целую голову. И даже нужды нет, а то он тянется до сучка отрубить. Ты совершенно спокоен, то есть ты привык к роль паразита. Она тебе подошла. Не работал, а тут вроде работал. Вчера Алексей Усинов помогал. Батюшка там за ним мог с пилой своей, механической бензопилой-то. Ну, я пошел. Договорился, она у него затупленная. Он на своем огороде клен пилил, а там кто-то жил и гвоздь туда закатил, она корой затянула, и он его чиркнул. Два раза. Так, никогда только на кленки не приближай. Режь самое малое, чтобы такое гнилушки или что-то. Не гнилушки, а эти, а отростки. Там самое минимум, чтобы ничто полезное не уходило. Дай ему доску. Нож не брать, пока не лежит доска рядом. Сергей, запомни. Нож не брать в руки, пока не положили доску. Вот так. Показывай, как он режет. Толкать надо. Только сейчас говорю, что бы я ни сказал, ты мгновенно отреагировал. А у тебя нужды нет. Моя одна говорящая голова. Значит, Володя готовит. Понятно. Понятно. Теперь скажи, когда я поехал за кольцами, почему я тебя не взял, а Володю? Ты не туда смотри. Голову захотел, глаза тоже. Когда вас оставил пилить. Почему я не взял ни тебя, ни Сережу, а Володю взял? У тебя мысль не возникала такая? Сережа медлительный. Почему он быстро полнеет? Покажи на него, я о нем говорю. Вот пятый раз уже, наверное, сейчас пока говорим. Ты подожди, что он режет. Не просто со спины стоишь. Понимаешь, какое у тебя безразличие абсолютное, как он режет. Вчера батюшку надо встречать, он идет с пилой. Сережа, иди. Сережа в развалку идет. Кричу, Сережа, ну побеги хотя бы. Разве можно так относиться к делу? Поэтому выработка такая. Медлительность Сережина совершенно не подходит. Вот почему. Потому что здесь надо успевать было. Мы тащим, где-то что-то оторвалось, мгновенно кинуться. Ты даже не пошевелишься. А так и было. Вот в палец толще, в который цепь соединяется, болт был, его переломило. И что ты будешь делать? Да ничего не будешь делать. Ты посмотри, с какой скорости Игорь все выправил. Тебе цветы за работу никто не будет дарить, как ему подарили. Розы пошел, попросил. А кому вы, я говорю, хорошему человеку, мне надо очень уважить. Нианила меня спрашивает. А кому это? Игорю барабашу. То, что он мгновенно откликнулся. Вот я сижу, институт у вас мухи. Тебя это никогда не трогает. Кажется, научил. Вот, готовое дело. Мухи должны быть побиты. Здесь не должно быть открыто. Мухопереносчик заразы. Все. Мухам нет жилья. Жить я со мной. Вот смотри, что он делает, Сергей. А то у нас помидоры, лук, соль, растительное масло. Вот пошел. Оставись. Вот смотри, как он делает. А там на Сергея прям похоже. Гляди. Ты лил. Ну, делай. По ногами-то сказал бы мне. Съемка-то идет или нет? Перервалась? Идет, идет. Вот смотри. Он полил. Гляди, я вытираю. Видишь, сколько масла? Масло. Ну, оно блестит. Вот на этом видно, что задел. Вот. Я об этом говорил. Ты завернул, тщательно ее протер. Он не протер. Это означает, здесь будет пыль, прилепится. Следующий, кто берет, уже руки запачкали. Надо идти мыть. Всегда, когда вы что-то льете, обязательно протрите после этого. За мной следи, чтобы я не ходил. Косолапый. Пошел, оторвал. Так, что варить? Володя, ты советуешься, нет? Вот вчера у нас был гороховый суп. Другой там. Нет. Твоя задача полностью подключить вкус каждого человека. Узнай, что бы он хотел. Я каждый раз говорю, у нас меню выставлялось летом. Не пересаливай. Несколько раз это пересолено было. Видишь? Значит, помидоры нарезанные. Лук. Ну, лук у нас мы набрали такого. Репчатый лук. Мелко искрошенный. Соль и масло. Четыре компонента. Это больше ничего не надо. Русская еда развивает аппетит. Значит, передать это все. Соль игорь, это полезно будет. С тобой будет Володя, Никита, чтобы все готовил. Игнать Иванович, вчера Анна Исканская звонила. Ну и немножко... Кто звонил? Анна Исканская. Знаю. Помните ее? Да, Сидоренко. Да, насчет там, хотела все сюда попасть, говорит, не получается. И, говорит, это, я, говорит, никак не могу принять Христа, говорит, как личным спасителем. Я не знаю, как это сделать, говорит, надо. Никак тебе не надо, скажи. Ты не прописана в раю, и на этом конец. Тебе попы нужны, лебезишь перед ними. Работать, идти на государственную работу, нашла работу себе на клиросе петь. Детьми со всеми занимается, устранилась. Какая вера во Христа, спасителя своего? Ей спаситель поп, она на них вращается. Сказали против нас, Ау, у нас была, столько получила добра, она начала поносить нас. Я разговаривать не о чем. Выстрадай это. Спаситель Христос. А как? На это никак, никак. Или веришь, или не веришь. Даже демоны знают, зачем раньше времени пришел мучить нас. Ей надо как? Твое это место там, с попами вместе. Весь ответ. Если ты поистине желала, ты получила все здесь. Крещение здесь принимала. Каждый день Библию слушала. Пришла, мигом все срезала с нее. И как ты начинаешь ей говорить, ну ты маленькая, хотя вот она делает, вот она помешала с этого конца, а с того конца, вот так, повезетную тушку, это нужно ей полтора часа, надо думать. Ну куда это годится-то? Дети есть, трое детей. Совершенно ими не занимаются. Занимается ее мать. Мы у нее были. Были, зашли в храм, она там стоит по этаках там ее дома, что это. Пошла там, сумочку забыла, подождали, пока пошла, мы уехали. Я около тебя буду стоять. Я тебе говорил, что делай все быстро. Слово быстро, в священном писании непрерывно. Бегут кто-то. Дай я побегу, быстро, побегу, вес принесу, не ходи, не радостно вес будет Давиду. Гречку принеси. Так, вслух скажи, что ты хотел сказать? Гречку принести. Не задерживай, провода к стенке прижми. Для того, чтобы собаку суверить. Вот так. Ей так и ответь, тебе никто не поможет. Как Златовый говорит, не я, не Бог тебе не поможет, а ты сама себе не поможешь. Отстранись от попов. Пойди на работу государственную какую-то, швея или кем-то. Что это за работа? Считают непонятные слова, там пение, безбожники приходят, для них она там барабанит, стоит. А это деньги, деньги. Бизнес церковный устроил, и ты одна из помощниц там. Уйди оттуда. Ходи в другой храм, что угодно можно сделать. Она не разорвет эту куполину. Ей советы, она только на кого-то возложить. Ты мне советовала, а мне не помогло. А ты не выполнила, что я тебе сказал. Первое, уйди от попов. Иди на причастие, все как положено. Не крутись, не ищи работу там, где нет работы. Работа все переполнена. Есть у нее сейчас-то какое-то дача, но я сомневаюсь. Иначе бы она пахала там. Если поехала отсюда, она половину вещей разобыла. Если я сказал, Анна, поскорее, она сразу руки опустила. Я не могу, меня если торопит, я как парализованная. значит, и муж попался такой же. А долбил бы ее, как следует, она бы не такой была. Мне говорить нельзя, иначе я парализован. Все, сегодня не ешь. Это мигу можно было исправить-то. Она же была сейчас-то маленькая девочка, дочка, потягалась, лежала в постели до обеда. Вот ответ. Значит, учишься всему, что делает Володя. Вот сегодня вы пойдете с Сергеем. Сейчас он придет, когда что-то. Сергей, я ему не хочу. Что это у тебя за продукты? Это говяжьи, это, ноги. Кому ты их варишь? Для собаки. Для собаки. Для себе. Да. Перерубленная. И все там много наваривается. Смотри, чем занимается Володя. Подойди рядом, покажи, кастрюлю, как кладет. Ногами-то не оторви. Его надо толкать. Аппарат-то туда внутрь не толкай, маленько подальше. А то хлопнешь. И вот, любое дело, что делает Володя. Он поехал туда. Помидоры ты можешь снимать? Можешь. Он тебе целиком не доверяет? Не доверяет. Иначе бы ты это делал. Огурсы. И просто заплет выхватило. Ее надо плеть подержать и оторвать аккуратненько. Ты очень похожий на Исаакия Печерского. Стал о себе мыслить. И наконец получился футбольный мяч. Демоны пришли, он им поклонился. в одиночестве он все время. То есть, я посмотрел, биография твоя больше всего подходит Исаакию Печерскому. И бес это да. Он поклонился, как Христу этот демон стоит. И все. Ценишь ты, не ценишь, меня это не интересует. Ты среди нас. А ты не готовился, не есть не будешь. И все. Просто и понятно. Ты не готовил. Дока я есть хочу. Отдельно бери, готовь себе. Отдельно. Отдельную кастрюльку, отдельно сам будешь питаться. С сегодняшнего дня. Сегодня я уже опоздал, пришел. Готовить не будешь? Все, что несете, крепко держите руками. Вот слушай, Сережа, тебя тоже это касается. Ускорь. Я тебе делал снисхождение, Сергей, потому что болен. Но я подумал, болец к этому не относится, что ты болел. Поскорее это делать. Я с Сергеем разговариваю. Что тебя долбить надо все время? Почему ты не побежал вчера к батюшке поскорее? Я в развалку шел. Во-первых, батюшка мне сказал, не надо меня встречать. Теперь он уже идет. Во-вторых, ну первый отпал, во-вторых нету. Он идет. Я говорю, вон он, батюшка, то идет. Здоровье. Я вчера не позавтракал. Все, понятно. Завтракаешь, без завтрака не будешь. выходить на работу больше. Слабость у меня была. Все. Да не в этом дело, слабость. У тебя на животе горб уже растет. Тебе как верблюду хватит на месяц без завтрака. Но сегодняшний день без завтрака на работу не выходить. Вопрос снятый. Не в этом дело. И ты увидишь, и наешься, скажешь, а я поел, сгибаться не могу. Никита так ответил. Становись на колени, а я поел. Значит, без завтрака. Я тебе говорил, пятницу без завтрака. Кончайте эту лавочку. По-христиански надо жить. С напрягом, с радостью, что тебе Бог это доверил. Сзади Володя идет. Ты мигом перехвати, посмотри на него. Что ты как полумертвый стоишь. Камера прилипла, глазам и уснул. У меня один был, снимал, да и уснул, и камера вниз снимает. За рулем сидит, и уснет. Это со смертью дружите. Володя как рубит, а у вас троих надо, четверых. Он как машина долбит. Я уж не говорю, чтобы ты пошел. Смотри, Венька, Венчук как дрова-то, только отлетают поленья. И как ты, он пацан, 16 лет. Таких, как ты, наверное, трех надо, как он вчера рубил, он его снял немного, я покажу. Где-то. Что он делает, Володя? Бегает здесь за водой, немедленно воды. Будешь сам делать это с понедельника на печке, здесь, здесь. Если явно будешь делать не так, три замечания, три замечания, что уже было известно, от плиты отстраняешься. И сразу отдельные кастрюли и готовишь, что-то твое. Ты меня слышишь? Да. Возьми у него аппарат. Посмотри. Когда я говорю, ты на него обращай внимание. Гляди на выражение лица, хотя там выражения никакого нет. Плоская доска. Володя назвал, так это на Володю сразу раз, показал. Вот она, печь хлеб. Ты сможешь его испечь самостоятельно? Вот вы и пекли. Володина, конечно, но вы стояли рядом, готовая. Сможете здесь такой хлеб сделать? Какой-то сможем-то сделать. Не сможешь. Значит, Володя, следующую стряпку он делает. Отдельно выдели его. Отдельно замешиваешь, отдельно все делаешь, отдельно печь зажигаешь русскую. Дядька, 26 лет, ничего не умеет делать-то. Почему тобой никто не занимался? Тебя никто не любил. И поэтому ты ушел в другой виртуальный мир. А там ты герой. Там бегают, рога наставляешь кому-то, а тебе рога наставляют, а не ты. Чтобы близко даже не было, за компьютером лишний раз не садись даже. Если смотреть, то только то, что действительно для души полезно. А такого в интернете много. Ты видел, приезжала женщина на днях с мужчиной, когда на огороде были вы, в трусах там, собирали помидоры. А она бывшая жительница здесь. Ну, ехала 5 лет было, не знает. А вы были в Туманово, Туманово деревне, вы у нас там были, людей собирали, ходили, там Евангелие раздавали, она все припомнила, куда мы приезжали. В Алтайском крае. Там председатель сельсовета понравился сильно, сам начал названивать, предупредить и всех, чтобы все пришли. Нам как раз это и нужно. У него флаг российский, редко у кого увидишь такое. Да это нам, это знаете, как наших людей взбодрит. Ты был там, нет? Не помню сейчас. Ну, Туманово. У меня снимок один в книгах есть, он стоит. перед знаменем своим. И вот оттуда приехала эта женщина, Бунеева. Бунеева. Вот Коля. Коля ее, видимо, брат. И вот он умер, у нас все родственники умерли. А Коля, Коля где-то живет или нет. А как его припомнить, Коля? Я говорю, он выше меня ростом? Ну да. Вот такой вот? Ну да. И он говорит, уау, у него есть в конце? Как? Ну, допустим, задаром продал. А он говорит, задаром продавал. У него есть такое. Задаром. Я голубей никогда не продавал. Он у меня решил купить. Единственный покупатель. Ну, его бабка пришла, на собой их растрепала и деньги отняла. Я ей отдал скорее-скорее. Вот. Я их деньги только прикоснулся к ним. А что там за деньги были? Какие за голубей? Вот он мне припомнился. Где он там работал? Какие глупые вопросы задавал? Вот. Значит, питание. Питание – это очень важный момент в жизни человека. Так человек устроен. Через питание, питание – это и питье подают. Отравляют даже императором. Подсыпают что-то. На кухне работает только исключительно доверенное лицо. Ты понимаешь, что я тебе доверяю. Начинаешь готовить. Володя, три замечания только сделал ему неправильно. Сразу отстраняешь все. Отдельно кастрюле, отдельно готовишься. Ты понял? Понял. Согласен? Согласен. Согласен. Ну, а куда ты денешься? Слушай, эта жена-то верующая, в Аптист приехал. А куда она денется? Вот запомнилось мне это. Будешь делать. Нож, прежде чем взять, сначала доску, на которой готовят. У нас доска для мяса, не для мяса, для рыбы, для овощей. Ты совсем ознакомься. Соль лучше не досолить. Нормально посоленая пища, это означает, пересоленная она в 4 раза. В 4 раза. Я еще в армии, 60 лет назад это прочитал. 60 лет назад, и я все еще помню. Не досол на столе, а пересол на спине. То есть, кулаком его в спину. Значит, понял. Воду как экономить? У нас техническое с озера, с пруда. И эту из колодца берете. А отдельно тебя за водой уже доверяли тебе с детьми ходить? Да. Да. Вот уже у тебя сбеги есть какие-то. Надо посмотреть, чтобы ты к людям ходил, как скотину принимают, как встречают, чтобы ты помогал. Научиться пасти. У тебя будет молоко и деньги. А ты даже не просишься. Сказал бы, я сегодня свободное воскресенье, а могу после обеда пойти пасти? Пасти. И все перенять, кто пасет. Тебе это надо, нет? Надо. Надо. А потом пойдешь отдельно целый день пастить с Сергеем. Сергей любит скотину, и у него овечки к нему подходят, и звуки у него идут. Он вошел, они видят свой баран. Они от него даже не отвлекаются. Признали его. А по Володе у него все «Э, подтянись, шире шаг». Он как в армии запомнил, ну и все. Он сам себя этим хоть маленько поддерживает, что был когда-то таким. Володя, это твой возраст, корова? Да, моя. Ну вот. Я не прибавляю ничего. Как посуду моют, в какой воде, как ее сушат. То есть все, что к этому требуется. Я проверять буду сам. А передо мной, Володя, замещание, которое он сделает, будешь выносить на обсуждение, что меня этому не учили. Володя, повтори, заодно это заодно считается. Где он ошибается, повтори ему. Запиши. Но когда уже после этого ты начинаешь делать не так, а на выверт, как у тебя, вот тогда все считается один прокол. Два, три прокола. Долой. Такого адра, говорит, за хвост до яму. Зачем ты нужен? Портить борозду. Еще не жил, уже отжил. Еще не встал, уже скорчужился. Когда у вас в субботу у нас отдыхать, я говорил, ты перед службой, служба-то длинная при батюшке, отдыхаешь? Бывает, да. Бывает. Ложишься? Ну, вот тут же на кухне. Вот не ложишься. На кухне ложишься, на скамейку? Ну, вот на вот эту слегка будет. На эту. Никогда не ложись. Я тебе говорю, меня лежащим жена не видела 50 лет. На будущий год будет 50 лет. И она меня не видела лежащим ни разу. Вчера пришел, у нее там горошек остался. Вечером решил я сорвать горошку-то. Она мигом увидала меня, прибежала, тут обнимает. Она рада, что я на огороде появился. Все, зайди, да там поешь, да то другое. Жена более привязана к мужу, когда он с ней строг. Она понимает это. И вот святой говорит. Не надо строжиться, она сама мысль. Я сразу спрашиваю, ты это сделала? Нет. Вот, надо брюки, она зашила. Мне некогда заниматься этим. Нет, значит, я сам сделаю. Да и нет. Я побежал. Да сколько ты уже такой возраста дала там промыть глаз, этот кофе где-то, не кофе, а чай достала где-то. Все тут будет на столе. А когда я сидел, ей цены не было. Она до прокуратуры, до генеральной дойдет везде. И на самолете, и в Москве всех подняла. Это попутно, я говорю. Ты у каждого старайся что-то взять, как Антоний Великий, как пчела со цветка на цветок перелетает и берет полезное. Она видит, светет белина, но она возьмет только полезное. Репей никуда не годен, а это медонос. Как пчела, чтобы ты был. Похож на пчелу? Посмотри на него. Или больше похож, может быть, на сонного шмеля. Шмель спит минимум 9 месяцев в году. 9. Он сейчас уже шмеля не увидишь, он уже лег спать. Позже всех просыпается, раньше всех ложится. Найти лишь бы какие-то грязные тряпки, туда залезет и спит. Вот интересная птица. Птица такая. К слову сказать, шмель является загадкой для ученых. Аэродинамические испытания показали самое точное во всем мире. Шмель не должен летать. Слишком тяжелые весы, слишком маленькие крылья. Он летает. Вот такая загадка. Никто не знает, как он летает. Почему он летает? И ты покажи, да, был неповоротливый, да, любил спать. Я эту загадку шмеля разгадаю. Господь, а Бог? Что нужно? Вот я сажусь, Володя, для меня уже морковка. Он, вот тут, видишь, вон синяя тарелка-то такая. Он тут же кладет что? Покажи ему. Где? Гляди на него, на Володю, повернись. Вот он берет, огурец, если есть какой, два огурца, морковка. Дальше смотри за ним. Так. Ножик обрезать. Терка. Так. Щеточка и ложка. Он знает. Я прихожу, у меня все есть. А он ни разу не сказал, что ему это тягостно. Тягостно я больше не позволю. Но так как он это делает, я это тру, мне тертое надо, то я ему тертое оставляю, а не вам. У вас зубы есть. Заботятся обо мне он. Я ему всегда оставляю что-то. Он уже себя обеспечивает обиход лучше, чем вам. Ты видел, как точатся топоры, лопаты? Делать будешь это сам. Пилу точить, конечно, тебе не доверишь, ты ее изгадишь сразу. Зуби у тебя не будут, вот как они зуби здесь. Ты их сразу завернешь вот здесь вот. Потому что вам надо, чтобы носок был острый. А он не может быть острым, он будет колесом у тебя, ничего нигде пилить не будет. Растоплять печь, без Володи сможешь? Сможешь. Что для этого нужно, чтобы растопить печь? Первое, по порядку. Только не говори, что ты хотел сказать, и я тебе помешал. Ты утром проснулся, вы помолились, после этого ты подходишь, затопляешь печь. Или затопляете ее до молитвы. До. До молитвы? Так и женщины делают. Нет, нет, она подойдет. Это ее пастушание. Что дальше, как затоплять? Что нужно? Почистить ее, если там... Почистить. Чем? Как? Ведро и специальный совок. Совок специально. Гвозди, которые проваливаются, надо их убрать с решетки. Посмотри, как решетка лежит, какой стороной. Что открывать нужно? Задвижку. Вон задвижка сбоку. Для разжижки, потому что труба далеко в стороне, и к ней наклонный канал. Посмотри, Сергей, видно будет или нет? Вот к этому подойди, я открою. Вот она где труба. Сзади-ка туда. Посмотри. Ну, сколько? Раз, два, три. Три-то метра полношка. Вот она где. Шторка должна быть так вот высоко, чтобы она случайно не загорела. Дальше что? Значит, открыть. Ну, открыл дверку, но закрыто не затопишь. Дальше что? И нужна газета, щепки. Можно и так. Белезовую кору, если там нет. Ты сначала положи, вот так вот, ко входу, два полежка, чтобы под ними можно было разжигать. А теперь туда клади между... Полежки-то охраняющие, по сторонам не развалятся. Теперь сюда газетку положил. Вот ты ее положил. Там что еще? У нас коры много, побольше. Ну, а теперь, чтобы следующее ложить, теперь положи какие-то, ну, тонкие, как лучинки, что это колодец там сохранился. А сверху теперь мелкие, сухие, потом крупнее. Так хотел сказать. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Колодчик надо создать. А если ты положишь ее сверху, задавишь, ничего не будет. Воздух не попадает. Ты не разожжешь. И уже задымленное придется вытаскивать. Ты создай там колодец. Колодец. Так. Володя занимается холодильником и морозильной камерой. Ты должен знать все, что где лежит. Так, поверни сюда. Подожди-ка. Поверни. Он все время стоит вот так вот пальцем. На нашей фабричке не забастовочке. Вот так вот. Забастовка будет. Против твоей еды могут восстать граждане. И тебя сметут в корзину. А из корзины легко выкидывается уже в интернете совершенно никуда. Тебя снимают, так ты маленькую голову хоть поворачиваешь, чтобы знали, что о тебе речь идет. Вот. Так, вопросы? Нет пока вопросов. Нет вопросов. Это хорошо. Чаще прокалываться будешь. А тут уже вступит другое. Теперь. Вот деревья обрабатывают сейчас где-то. Будешь медленно делать это, а будешь оставаться после работы. Ты должен делать не меньше, чем делает Володя. Разумно? Обрабатывается. Деревья, которые мы свалили, свалили стучки, обрабатывать, уносить, уносить ты умеешь. И у тебя мода какая, стучки лежат, их надо вот так вот наложить, схватить и быстро нести. Нет, ты все время делаешь одинаково. Об одну руку берешь стучок, в другую переложил, стоит опять следующий стучок, опять руку. Вот и что ты унесешь-то? Ты кучу наложи вот так вот, охапкой, и при наверх, и скорее там по два, по три быстро забрасывай, быстро разворачивай. Ты гляжу, вчера ходят, один священок взял, вниз не спускаешься. Внизу море, море, плавуна. Убирать надо. Ходит поверх, ничего нет, а я с Алешей работаю. Я все вижу. Ты не смотри, что гном перед тобой. За это время можно было сколько сделать, мне отойти нельзя. Моментом воспользовался и бродил там по Крутояру, собирал по одной травинке. Вот она муха, пожалуйста. Она больше никогда не прилетит, а то не знает, как бороться с грехом. Уничтожил его, и все на этом. Мне всегда интересует твое мнение. Вот я тебе пришел сюда пораньше, кажется, капаю на мозги, как говорят. Как ты реагируешь на это? Громко скажи. Внутри тебя что делается? Ты вот сидел, я зашел сейчас, Володя готовит, этот помогает готовить, а Никита Колесников сидит. Как тебе величать-то? Никита Андреевич. Андреевич. Никита Андреевич. И вот, Никита Андреевич, ты сидишь сегодня вот так. Почему у тебя мысль не возникла перехватить инициативу, сказать, Сергей, да я это сделаю. Так, я приду вот это вот, ты мог и сделать. Ни на одну работу не подвигся. Ты сел и знаешь, там варится, они работают, а ты приехал с Украины, чтобы тебя кормили. У нас своих хватает таких. Никита Андреевич на том конце живет в деревне, Устинов Никита Андреевич. тоже на работу не раскатится. Понятно? Я один раз услышал, все, вмонтировал. Что у тебя за мысли, когда я с тобой разговариваю вот так, как вот сегодня? Да запомнить бы все. Ну, ко мне какое отношение, как реагируешь на мои слова, меня это интересует. Положительно. Внутри у тебя не накапливается негатив? Нет. Ну, положительно, смотри, чтобы не было иного. Потому что мне зачем? У тебя было везде, такое лицо, как сумрачное, я тебе не разрешил даже лезти в воду. Потому что туда должен патриот лезти. В рязку, вода уже холодная, хотя я купался, никакого холода нету. Вот я после этого купался. Вода теплая, потому что дни стояли такие. Ты приглядывайся маленько. Что делается? Вот я сижу, гляжу сиденье вот это вот. На нем сидят. Оно видно, что запачканное. Утром выходить, особая тряпка скамейки протереть, и особая тряпица, чистая называется, со стола. Это твоя работа. Понял? Это твоя работа. Если ты забыл это, значит ты и за стола идешь на самый дальний угол, на грязное садишься. Я тебе память буду развивать стремительно просто. И ты будешь просто радоваться, что у тебя что-то есть, пробуждается. Коснется тебе еще куда-то ехать, в какую-нибудь Турцию, или в Тунис, после Потеряевки. Ты уже готовый будешь, мусульманин. А христианином-то стать надо. Они любят дисциплину, мне это нравится. Вчера зашла с ласковыми словами Самиры Тагеевы, мусульманка. Сколько в ней ласки. Любимый, милый там это, отец мой, учитель. Ну, Володя был? А, ты не был там. Не был. Был там Виктор и Николай Кручев. Она христианка. Я... Это вообще по духу, по духу. А другой он, от митрополита может иметь свидетельство, что он христианин. А он мусульманин. По злобе, по непрощению, по всему. Гляди. Так, что Володя здесь делает еще, когда приходит вечером? Что он? Заготавливает заранее. Замочить горох, там, что надо на утро. Его заранее замачивают-то? Нет. И начинай? Нет. Нет? А у нас горох половинчатый, он быстро варится. злощеный, дробленый. Посуду мыть, знаешь как? Чтобы вода под него подтекает вон там. А там не было, что стекает. Убрать. Где, что хранится. Она кипит. Там ножки варятся. Принимаешь? Принимаю, конечно. Это необходимо сложить. Дальше, где Володя посылает на работе, примиряйся к каждой работе его. Тебя и Сережу я не взял умышленно, потому что работа опасная и быстрая должна быть. На это годен Володя. Вчера пошли под это копать. И ты рядом был, копался. Почему ты у него не взял, лопату не сказал? Ты копаешь, землю кидаешь. А я пошел за ломиком ушел, там 20 минут ходил. за топором. Колышек срубил такой, который весь тут же разваливается. Я показал тебе, как рубить. Ровно, чтобы было. Вот она. Есть у тебя только топор, ножовки нет. Как его ровно? Ты понял, как? Его поставили. В одно место бей, только с разных сторон, а сама отвалилась. Так, теперь нужно сегодня на работу. Сейчас выйдите. С той стороны работает Володя, и ты у него в помощниках. Но в трубу полезешь, и он тебе покажет, как кирка работает, там уже внутри, в тоннеле. Как шахтеры работали все века. И оттуда выкидываешь ему. Сережа, с этой стороны, с обратной, встречный ему идешь. Как под проливом Ла-Манш, англичане и французы встретились где. Кто больше сделал? Конечно, больше французы эти сделали, англичане. Эти больше любуются с женами на постели французы. И они меньше прокопали. Все это, статистика в интернете дается. Но и первые, когда уже сошлись, последний удар и дыра. И туда, в тот тоннель, во французский, полез англичанин. Это все учитывается. Это не мы делаем. Это во всем мире так. Почет тому, кто первый. А я побегу. Ты не бегай. Ты не доброе известие принесешь. А тут нужно бежать. Доброе известие. Этот копает навстречу. Точно так же. Докопать до низу этого. Вот он копает. Вот он лежит кольцо с той стороны. И чтобы ниже было хотя бы на уровень, где кончается. Толщина его там 15-20 сантиметров. Еще. И дальше продлить. Володя вчера маловато сделал. Побольше. Околометра надо будет продлить. Такое. На том же самом уровне. Потому что часть будет заносить. Пока занесет, и уже кончится весна. С той стороны небольшой сделать из жердей предохранения, чтобы туда жерди не нанесло. Теперь, почему надо торопиться? Потому что вот она лежит, вот здесь дорога идет. Вот. Здесь у него уже кто-то ехал и долбанулся в этот. И вот здесь у кольца выбояно. Я Игорю показал. Ну, может им... Вот тогда, что яма, ты бы свалился. Он едет на комбайне. Комбайн едет кольею. Вот колья. Ложка вышит колья. Но у него хедер-то вон куда занимается. А то... Кость это чем? Коса. Жадко. Ему надо, чтобы она низко не была. Я говорю, я тогда сделаю колышек пониже, договорился. И на нем красное. Что здесь опасно. Опасно. Теперь договорились, он найдет швеллер какой, дальше продолжит. И надо со стенкой металлической воздвигнуть. Потому что, когда будем наращивать, ну, а куда глина-то пойдет-то? Глина-то вся вниз и пойдет. Надо предохранитель сделать, чтобы глина дальше не попадала. И поэтому надо как можно быстрее закончить. Дальше за Игорем дело. Собрать разные железа, сварить прочно. И чтобы вот с этой стороны, вот тут между ними пять, вот оно отверстие. Володя вчера здесь выкопал. Теперь он залез уже туда, полтора метра. С этой стороны я замерил, как будто поуже. Видимо, разные были. Вот Сергей копает с этой, если отсюда идти, а они там. Как только Сергей туда углубится, тогда перекидываются туда двое. Еще кого-то надо к вам. За мной, говорит, отдадите сигнал. Это нужно сделать как можно быстрее. Сегодня суббота не рабочий, пойдете работать. Я там не нужен. Я съезжу только. А ты это, Володя, вот такой маленький, не оселок, который давал, который косу тощим. А вот такой брусок, где он у тебя? Ну, я говорю, а там его оставил. Ты его не потерял? Нет, нет, я его прибрал. Прибрал. Где он? Там. Там найти надо. Здесь надо посмотреть сейчас. Я оттуда брал или вы отсюда брали? Я отсюда брал. И я оттуда брал. У нас сразу два получилось. И поэтому надо найти тот и другой. Два. Когда ходили у Павла, туда приносил где-то. Так. Ножи должны быть наточены. Вся посуда должна быть чистая. Понятно? Возражений нет? Нет. Болимся. пройдет. Сегодня сейчас еще 6 часов 25 минут только еще. Вон он. Благодарим Бога. Господи, слава Тебе за этот день. За свет нового утра. Ты продли нашу жизнь. Ты даровал нам здравие и рассуждение. Благодарим Тебя за ум, за память. Какое великое дарование Ты дал человеку, чтобы он мудро пользовался, уподобляясь Тебе во всем. Творение Твое дивное и целесообразное. Научи и нас трудиться. Подражаю Тебе на пользу людям для славы Твоего Святого имени. Этот день добой днем благословения. Днем прославления Тебя. Слава Тебе наш Господь. Аллилуйя. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Володя топит баню. Попутно сказать. Ты уже сколько раз тут в бане мылся? Примерно. Раз 20 может. Раз 20. Сколько раз топил баню? Без сколько. Ни разу. Ну как же ты? Я нынче первый год не топлю баню. Я никому не доверяю это. Я сам топлю. По порядку что нужно сделать? Раскатать шланги. Подсоединиться. Дальше там болейки не хватает до бани. Володя два ведра я так же делал ведрами. Залить все и какие ванночки стоят на улице все залить. Раньше была ванна но наверное когда не стирает то необходимости нет. Заливать. И когда залил сразу же начинаешь затоплять. а то затопить надо пораньше даже баню затоплять точно так же как здесь. Понял? Как там закрывать? Когда заходишь как на полу которые доски для просушки. Какие туда коврики кидаются резиновые? Какое отверстие где закрывается? Ты ни разу не поинтересовался за все время за 20 раз. Володя последний раз топит сегодня. на шаг не отходишь. Следующую баню топишь ты. Если ты будешь топить неправильно Володя контролирует. Три прокола из бани долой. Мыться будешь в пруду. Ты понял меня? Сережа я с ним разговариваю ты сейчас еще лицо его хватай. Сегодня ты учишься. Если что-то не знаешь не так Володя скажет не так а я не знал это не считается за прокол. А когда уже сказал второй раз ты уже это за один. точно так как здесь. Здесь прежде чем затоплять проверь котел полный или нет воды. Вот он котел стоит. Видишь? Вот он техническая вода. Если не будет воды он расколется и просто расколется. Пережешь его. Баня. ты характеристику Виктора Николаевича слышал? Что на нем было? И прополка и все абсолютно. Детей в бане помыть. Тебе я могу доверить? Ты мыл в бане детей? Не нельзя. Нет. Почему? Я опасаюсь все еще тебя. Какой ты? Дети голые надо мыть. Наблюдать и надо сказать что-то. Помыл один за другим вылетает оттуда. Самое ответственное у меня место в моем лагере это наказание. Я никому не доверял и не доверю. 44 года. Вам нельзя это доверить. ребенок против тебя что-то делать. Виктор Николаевич ты можешь там лишить его первого, второго не больше того. Первого или второго. Стоять там на часах когда они балуются легли спать. Вот. От Тимофеева отца поступило три сообщения уже что Тимофея этого ничего не было там что Ваня Седых фамилия не Седых его или как Сухой или Суховей 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 вот. Что он там его касался там спали не было этого. А стихотворение которое она-то прочитала насчет это Кемерово или где услышал мне этот ответ поступил. Так что там с Ваней обвинения полностью снимаются. Хотя он задумывался было не было мне надо будет сообщить отцу отец видно как строго сразу за него взялся. Вот. С Тимофеем ничего нигде не было. Три свидетельства у меня это все в интернете. То есть здесь Ваня чистый никто его не прикасался ни пальцем ни коматом пальцем где-то там лазил ничего этого не было. А не было это свидетельство отца когда он Тимофея пробрал видимо до конца. И он сейчас на днях поехал книги отвезли в центральную библиотеку Санкт-Петербурга и дальше там остатки он которые раньше брал у него дома хранились. Он добился разрешения от замминистра по культуре Московской области что книги отказывают это незаконно брать и прочее. Я говорю это не надо делать. Они даже с желанием а то получается они их поставят там где нет где и все никто их про них не знает. У одного тут былого у меня продавец хороший человек но для него это продавец ему продавать надо свое а не мое. Я сказал только книги продашь ты мне помогал поэтому все что от книг наторгуешь продашь это твои деньги но видимо он на это не смог пойти и на первом месте там ладан масло там книжки патриаршие она девчонка зашла и она в охапке буквально вот так вот всего набрала я говорю а вы там видели там книги есть такие свои называю нет а другое помещение там для книг скучное все а там в книге на полке и другими завалено и даже не видно нигде было я распаковал распаковал вытащил одну вторую книгу она в охапку их набрала вот так все что до этого забрала все обратно отдала купила я еще приду за остальными приходит другой покупатель все я в один день бы распузырил почему потому что это ценность человеку надо сказать да я же ответы искала а то ваши книги никому не нужны это говорит человек враждебно настроенный который ничего не считает который церковь пропускает сплошь богослужения на занятия не ходит я был на одном конгрессе ну там конгрессы там всякое разное название там был даже лауреат Нобелевской премии Алпера Жарес в другом месте там тоже что-то было такое выступает передо мной доктор юридических наук Сорокин Виталий Барнаул а говорили об экстремизме тема была специально выступали он выходит говорит как будто бы со мной жил вместе ну я выходить и сказал вот у доктора он вышел и сказал настоящий верующий не может быть не экстремистом он обязательно должен быть экстремистом потому что он любит всем сердцем Бога своего и он должен творить добро мир конечно не экстремист это взрывать самого себя и прочее он имеет ввиду христианство не там где дьявол бал правит я пришел домой и сразу позвонил в Алтайский государственный университет и сказал у вас такой есть да завкафедра профессор а как с ним связаться да вот вам телефон мне Клименко Владимир Федорович главный редактор газеты за науку я позвонил скажите а вот вы говорили вышли когда за кафедру как вы могли так сказать он говорит а у меня 12 томов открытым оком разве зря то есть 12 том вышел и он все время приходил в магазин и покупал 12 томов профессор он написал о вождях Алтая кажется три книги у него есть я спросил нашего юриста Севастьяна Бауэра он говорит да я хорошо знаю чуть ли не учились они вместе ну вот он профессор такой значит книги не просто их читают а они работают я вышел когда сказал мне говорить нечего он сказал все если человек ни холодный ни горяч то Господь извергнет из уст он похож на блевотину поясняет архиепископ Кесарий Каппадокийский Андрей я сказал к президиуму обращаясь поэтому я настаиваю на том что верующий это настоящий экстремист экстремист то есть до совершенства доводящий любое дело я должен сделать так что лучше меня никто не сделает а когда человек говорит да я за это не держусь пожалуйста убирайте меня считаю что его нужно немедленно убрать даже после того чтобы он ни одной минуты не был начальником ты должен держаться за свою должность и всем доказать что лучше тебя никто не сделает для пользы людей я начальник детского лагеря согласно уставу меня легко могут убрать я староста община мне легко могут убрать общим собранием, но я основатель общины, основатель детского лагеря и стараюсь каждый год все время улучшать положение, найти все необходимое и прочее. Я сдам позиции не тогда, когда буду лежать, я и лежа буду свое дело делать, а когда я увижу, что подрастает тот, кто может лучше меня сделать, лучше только тогда. Вот значит мы договорились, баня, кухня, подготовка к зиме, Володя все увозит из лагеря на склады, и ты спрашиваешь, что везде следующее, куда ложить, а то все принимай, его не будет и остановилось, я даже не знаю где кладут они, мне это уже не надо. И Сергей, что я говорю, Никите касается и тебя, в равной степени, ты готовить умеешь, баню не знаю, топил, не топил, но все перенять надо. Ну как, крутой чай заварил тебе сегодня? Напраснение. Ну все. Как? Мурту-барту, кажется, книга называется, там они встретились, а в Монголии дело идет. Как дела? Долго молчал, говорит, разожри костерок, что-то им сварить надо, помешал там. Революция. И опять замолкли, и часа два сидели, рассуждали, и вдруг тот отвечает, да, крепкий чай ты заварил. Опять молчат. И уже под утро один снова сказал, у коня копыта не посмотришь под кову, пока его не опрокинешь. И каждый взял свои вещи, сели на коне и поехали в разные стороны. То есть какая немногословная нация. И он размышляет, и не гляди, Монгол он не понимает. Он понимает, пристать к революции или не пристать. А население-то всего один миллион. И пустыня Гоби. И туда едут люди на своих круизах, чтобы быть там. И сломалась машина одна. Знаешь, как адреналин у меня там где-то сломались. А там температура какая. И кто? Виктор Николаевич, брат родной. Едут они смотреть не Пизамскую наклонившуюся башню, а пустыню Гоби. Как у нас здесь едут отдыхать на три дня в Горный Алтай. Да лучше вы в пустыню Гоби поезжайте. Только не в Горный Алтай. В Горный Алтай не для христиан. Туда едут только проповедники, как Макарий Глухарев, архимандрит, перевозчик Священного Писания. Так, готовы за стол? Да. Все. Освяти Господи, дали словом истинной молитвы. Аминь. Сейчас будешь подавать за стол. Что Володя делает? Ты ему порассказывай. Все, подавай.